На Можайском шоссе в Тихом Одинцовском дворе находится самый обычный детский сад номер 72 советской постройки. Совсем недавно здесь начались долгожданные работы по благоустройству территории. Из бюджета на них выделили почти 23 миллиона рублей. В целом в системе образования в этом году ремонтируется 24 образовательных учреждения. Из них 7 школ, лицеев и гимназий и 17 дошкольных образовательных учреждений. Общая сумма финансирования приблизительно составляет около 60 миллионов рублей. И на дошкольные образовательные учреждения выделено порядка 208 миллионов рублей. Таким образом, основной акцент администрация района сделала в 2018-м на ремонт детских садов. Ни разу такие работы огромные не проводились. У нас будет полная замена всех прогулочных веранд, установка мафов. Также будут покрытия на спортивной площадке и у нас футбольно-баскетбольная площадка. Малые игровые формы и, конечно, полная замена асфальтового покрытия, который за 39 лет ни разу не менялся. И установка домофона на калитке. Новые беседки в детском саду будут выполнены из литого поликарбоната – современного, хоть и дорогого, но прочного материала. Поликарбонат литой зарекомендовал себя с лучшей стороны. Его не срывает сильными порывами ветра, его не пробивает градом. Стоимость действительно очень хорошая. Недалеко от 72-го детского сада находится 71-й. Они ровесники, оба построены в 1979 году. На ремонт второго дошкольного учреждения выделили 17 миллионов рублей. 40% от объема работ уже сделано. Здесь запланирована замена асфальтового покрытия масштабная. Вы видите, бордюры все уже поменяли на сегодняшний день. И замена ограждения – это один из важных моментов, потому что это внешний вид. 40 лет данному ограждению. Оно с момента постройки, наверное, не менялось. 79-й год ни разу не менялось. Принято решение поменять ограждение в этом году. Все делается очень аккуратно, чтобы не повредить многочисленные цветники и клумбы. В садике также установят новые пластиковые окна, малые архитектурные формы. Заменят отмостку возле здания. Огромное спасибо администрации города и района, и управлению образованием, что в этом году уделили внимание старым таким детским садам. И я надеюсь, что с сентября мы засияем новыми красками, и детки с удовольствием придут к нам. Пока идет строительство, воспитанники посещают соседние детские сады. Благоустройство территории планируют закончить к 25 августа. Хочется отметить, что и поблагодарить пока на промежуточном этапе застройщика, о том, что работы ведутся абсолютно, ход работ проходится, установленные сроки проводятся. И качество работы, мы посмотрели, абсолютно отвечает требованиям заказчика, то есть нашим требованиям. Пока нас все удовлетворяет, заведующий, я так думаю, что тоже удовлетворяет. Поэтому пока все идет по графику. В районном управлении образования ведется постоянный мониторинг необходимости ремонтных и строительных работ в образовательных учреждениях. Каждой весной составляется список детских садов и школ, которые за лето необходимо привести в порядок.